Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Буквально вчера, если вы смотрите меня 31 октября 2014 года, консорциум Всемирной Паутины утвердил стандарт HTML5. Как вы знаете, это пятая версия языка разметки гипертекста, и на принятие этой версии ушло 15 лет. Последняя версия называлась 4.01 и была одобрена еще в декабре 1999 года, хотя до сих пор вы можете увидеть в разметке каких-то сайтов именно эту версию разметки. В дальнейшем консорциум думал над переходом на XHTML, в основе которого лежал XML, но из-за жестких требований к верстке разработку свернули в 2010-м. И в конце концов, после объединения двух подразделений, один из которых занимался HTML, и второй занимался XHTML, они объединились и работали над HTML5. Конечно же, основной плюс HTML5 – это его кроссплатформенность в плане запуска целых веб-приложений или игр на мобильных устройствах. Хотя лично я пробовал это делать, и как у любого кроссплатформенного решения, есть ограничения. Если ориентироваться на большинство мобильных платформ, то у вас, конечно же, возникнут проблемы. Во многом, HTML5 помогла Apple, когда отказалась от Flash на iPhone, а затем в iPad. И теперь на многих видеосервисах, таких как YouTube, можете увидеть, что у вас используется HTML5 как проигрыватель видео. Но, конечно, до сих пор это не так сильно развито, и все равно Flash используется на многих сайтах. Все-таки многие сайты, а их большинство, они не адаптируются под современный рынок, в том числе мобильных устройств. Поэтому используются старые версии как разметки, так и старые версии языков программирования. Но, опять же, мы можем посмотреть на страничку, которую нам открыл консорциум. Здесь указано краткое описание HTML5, и сразу мы видим его преимущества, о которых я говорил уже давно на моем канале. Но можно еще о них рассказать. Во-первых, это безопасность, то есть безопасность на уровне самой разметки. Дальше у нас веб-дизайн, то есть это также очень важная часть HTML5. И один из тех плюсов, благодаря которому HTML5 считают будущим интернета. Во многом это благодаря стилям, слоям, графике, анимации и типографии. Но вы уже видели современные HTML5 сайты, там в основном, конечно же, поражает анимация. Она должна быть, опять же, сбалансирована, и над этим нужно сейчас работать. Дальше у нас идут сенсоры, которые мы можем использовать, как я уже говорил, на различных девайсах. Это и NFC, и Bluetooth, и вибрация, то есть все сенсоры, которые поддерживаются вашим устройством, поддерживаются и HTML5. Есть Background Tasks, то есть вы можете делать какие-то задачи на бэкграунде, вы можете пушить, то есть какие-то делать уведомления, синхронизация. Все это сейчас вам доступно, например, в Google Chrome. Если вы зайдете в магазин Google Chrome, то вы можете увидеть приложение, которым требуется именно разрешение на выполнение вот таких задач. Потому что они все написаны на HTML5. И остальные плюсы, о которых мы уже давно говорили, о которых, я думаю, вы знаете, все это очень важно. И все это полезно знать не только верстальщикам, но и тем, кто занимается бэкэндом. Теперь также вы можете увидеть некую справку, референс по HTML5. Вы можете перейти по ссылке, которая будет указана в описании. Здесь вы увидите огромный список, во-первых, новых тегов. Некоторые из них вы уже знаете, некоторые нет. Я лично о некоторых узнал только что. И все это, конечно же, нужно изучать. Хотя для этого было 15 лет, и вы могли это сделать уже до этого. Но опять же, зачем я сделал это видео? На моем канале уже была серия уроков по созданию игры на HTML5. И я, скорее всего, ее продолжу в ближайшее время. Я хочу обратиться теперь к вам. Если вы хотите увидеть уроки по HTML5, либо по JavaScript. Но опять же, я могу это сделать все отдельным образом. Я думаю, так и сделаю, если вы, конечно же, этого захотите. И чтобы мне узнать, хотите ли вы этого, то есть уроков по HTML5, возможно, его применению в, опять же, в мобильной разработке, создании каких-то веб-приложений, возможно, еще какой-то плейлист по игре на HTML5 уже другого жанра. Опять же, многие из вас этого просили. И если вы этого хотите, то вы можете поставить этому видео лайк. Если же вы не хотите уроков по JavaScript и HTML5, то ставьте дизлайк. Так я увижу, как много человек хотят и получу какой-то фидбэк. Ну, а если вам было интересно послушать про этот стандарт, хотя в будущем, я думаю, мы еще об этом поговорим, и в прошлом я тоже много об этом рассказал на канале, то подписывайтесь, комментируйте и оставляйте ваши оценки. И не забывайте про лайки и дислайки. До скорого.